Мы с подругой вместе уехали из небольшого провинциального города непосредственно в Москву. Так или иначе здесь забазировались, да, заявили о себе. Блин, заявила о себе ты, конечно, можно сказать на все русскоязычное пространство. Мне кажется, что ты такой хуйня говорила, что твое лицо, можно сказать, действительно узнаваемо. То есть, ну, по крайней мере, те, кто еще помнит из-за той хуйни, которую ты наговорила. Но это ж надо там, типа, выходить и заявлять на все услышание, там, украинские женщины, шахи и так далее. Вы правда думаете, что им нужны ваши ебучие хамушки, вот эти свиньи, блядь, которых перебрали вдоль и поперек. Ходячий шматок сала и пошлости и венерических заболеваний. А теперь ровно противоположное говорит, ну, я не имею в виду про шху, я имею в виду. Сначала было за Путина, теперь ее мать не может носить футболку Путина, потому что на нее косо смотрят. Мать испытывает судьбу и каждый раз на работу носит мою старую футболку с Путиным. На нее уже несколько раз смотрели волком, и сегодня, она говорит, мне уже пришлось курткой прикрываться. Она говорит, я боялась, что мне просто рожу напьют. Ну, вы понимаете же, этот человек сначала ему платят, причем с доказательствами. Она была куплена точно, а сейчас не платят и уже, уже настоящее мнение просматривается сквозь там вот это вот лицо красивейшее. Я понимаю, что у всех у нас стрёмное выражение лица, если кадр остановить, но у нее это просто талант, блядь. Ну, посмотрите на это. По счастливой случайности, что есть, что мне одноклассники, какие-то люди из прошлого пишут примерно одно и то же. Вот примерно одно и то же. А что мы в эскорте, во-первых. Во-вторых. Ну, потому что ты, блядь, в эскорте, нахуй. Ну, если это так можно назвать вообще, в твоем случае. Грубо говоря, ты проститка, блядь. Все. И не надо тут, блядь, выпендриваться. Живемся за деньги. И пишут это люди, которые уже развелись, остались с детьми на руках, где-то в каком-то сарае живут. Потому что это разные вещи, развестись и остаться с ребенком на руках, жить в сарае и ебаться за деньги, блядь. Как это вообще у тебя связано в голове? Чтобы вы понимали, сегодняшнее видео, оно не будет про политику, она здесь больше говорит про мужчин. Вы в курсе? У нее немножко феминистические взгляды, так сказать. Или не немножко даже. Это вообще как укладывается в одной вот этой вот голове, вот этой вот обезьянной блядь. Как она укладывается? Топить за Путина и одновременно потом говорить что-то профеминистское. Потому что это пи***ец. Хорошо, она уже не топит за Путина. Но ту аудиторию, на которую ты рассказываешь, что Украину надо уничтожить, и украинцы тупят. Эти свина, блядь, уже в печенке, блядь, сидят. Дай мне волю, я бы сама взяла автомат и переслала их там нахуй к чертовой матери. Они как раз таки феминизм не приемлят. Это те, которые при слове феминизм крестятся. Это те люди, да, вот. Они за Путина как бы. Вообще феминизм раздражает большинство людей на планете. Даже женщин, кстати. Если вы думаете, что здесь, в США, там, где я живу, тут много феминизма. На самом деле я тоже так думал, пока я сюда не переехал. Больше феминизма в России. Это мое личное мнение. Я статистику не знаю. Вряд ли она вообще такая ведется. Это так, по ощущениям. Урон, что-то мне достигли. Ты смотришь и думаешь... А ты чего добилась? Того, что тебя ненавидит каждый встречный, который тебя вообще видит? И сейчас ты пытаешься исправить положение тем, что клевещешь против Путина. Типа выступаешь, как будто вступаешь в оппозицию. Мой канал сейчас существует, который практически денег не зарабатывает. Существует только ради того, чтобы таких людей, как ты, помнили. Помнили, что вы говорили? В общем, для тех всех тех, кто ждал, когда начнется НСА сезон. Если вы не в курсе, о чем я говорю, то сезон НСА это когда наш чат, то есть мой чат, проецирует огромное количество ставок в месяц. Для тех, кто новенький и не в курсе, что вообще происходит. Хоть вы же знаете, что я почти не зарабатываю ничего на ютубе из-за Путина, который запретил рекламу. Еще до этого, и особенно сейчас, мой основной источник заработка был это ставки. У меня есть аналитики, это бывшие работники букмекерских контор, которые берут аккаунты, которые я им предоставляю. Зачем им нужны мои аккаунты? Потому что аккаунты рано или поздно банят, когда ты выигрываешь слишком много. Так букмекерские конторы работают, иначе нельзя. В общем, мы выиграем у них бабки, забираем. Вот это вот основная часть моего дохода за всю мою жизнь. Побочный доход от этого, это то, что мы транслируем самую надежную часть из этих ставок в наш канал, который работает уже вроде бы до больше трех лет. И вот сейчас вот начался сезон. Это то, о чем я сейчас говорил. NCAA. Это как раз то, на чем мы больше всего зарабатываем. И там реально дохрена ставок можно дать в чат. Поэтому сейчас в чат вот посмотрите. Плюс, 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 минус, плюс один день. Следующий день три плюса. День после этого один плюс. Ну то есть вы видите, как идет. Это сезон NCAA. Так вот, для тех, кто старичок и выходил из чата, потому что было недостаточно ставок, если хотите заработать, сейчас самое время. Пока сезон идет. А для новеньких я напомню, что у меня есть сайт, ссылка будет в описании под этим видео. На этом сайте есть статистика, отдельно ссылку на нее тоже добавлю под этим видео, прямо под ссылкой на сайт. Там ведется статистика с первого и до последнего дня работы нашего чата. Буквально каждая ставка за больше, чем три года. И там вы можете детально посмотреть, сколько вы можете выиграть, иногда проиграть в месяц. Такое редко бывает, но это ставки иногда случаются. Но по большей части вы там получаете, ну, x2, иногда x3. Ну, типа, принесли, играйте на 10 тысяч рублей, в конце месяца 20 тысяч рублей. Ну, примерно. И у нас в чате абсолютно открытое общение. Пишешь, что хочешь, вот прямо сейчас вы на экране видите, я прокручиваю вот это. Тут я даже не знаю, что тут люди пишут, я не слежу. Это говорит о чем? Это говорит в пользу моего канала, что это не... Потому что я сейчас прокручивать даже не пытаюсь там что-нибудь отфильтровать, потому что я знаю, что никто не скажет здесь, что это на... Потому что это не... Но если вы вдруг зайдете и напишите, что это на... В этом чате, никто вас не забанит за это. Можете писать. Единственное, за что здесь банят, это реклама от сторонних сервисов. Вот это вот нельзя. Все остальное, пожалуйста. Меня хуй... Пожалуйста. Я, кстати, прочитаю. Ну, естественно, у нас нигде нет никакой рекламы, никаких букмекерских контор, ничего, никаких реферальных ссылок. Куда хотите, туда и ставите. То есть мы к вашим деньгам, куда вы ставите, никакого отношения не имеем. Мы не можем получать прибыль от вашего проигрыша, деля его с букмекерской конторой. Это невозможно. Мы не даем ни ссылок, никаких конкретных контор, где вы можете играть. Также, если вы не знаете, как это делать, вам при вступлении вы дадут полный видео гайдом на 20 с лишним часа, а также и текстовый. Вы все будете знать, и это все легко, и это все несложно. Даже если вы полный ноль, вы узнаете, просто прочитав эти гайды. Все вопросы, в том числе и оплата. Задавайте в телеграм-канал нашему администратору. Можете найти его через сайт. Можете просто по ссылке в описании перейти. Едем дальше. Ну, то есть, человек серьезно признается в том, что он неправильный, нечестный, он брал деньги за свое мнение, еб***ца за бабки, скоротом занимался. Она это не отрицает, что уже хорошо, кстати. Это всегда, знаете, плюс человеку приносят, когда, типа, человек не отрицает. И ты сразу такой, ты ж, а она такая, да. И ты такой, ну, это плохо. Знаете, не знаешь, что дальше сказать. Я просто подозреваю, что там, скорее всего, знаете, глотка, ну, и остальные отверстия в этом вот теле, вот, толщиной с мое предплечье, наверное, знаете, типа. И вот это тебе всегда можно будет предъявить, потому что кого ты ненавидишь больше, чем политика и священника, если ты женщина? Просидку. Так что все, у кого больше 100 рублей в кармане, знаете, вы в нашей коалиции, вы тоже эскортники, потому что по-другому зарабатывать нельзя. Я боюсь тебе признаться, но я ни разу в жизни не занимался эскорт, скажем так, услугами за деньги. И вообще эскорт услугами за бесплатно, как угодно, я не занимался. Не то, чтобы мне не предлагали. Я сейчас, кстати, не говорю про мужчин. Нет, мужчины не предлагали, женщины предлагали. То есть, я не знаю, как это работает, но в самом начале моей ютуберской карьеры, типа, когда у меня было просмотров там, я не знаю, всего нихуя, предлагали довольно часто женщины, там, день рождения, там, знаешь, у нее, типа. Она говорит, я замужем, у меня день рождения, вот мне нужен вот такой большой накачанный мужчина. На вечеринку или куда-то еще. Разные ситуации были. Бывало, приглашали, типа, третьим, знаешь, супружеская пара, то есть. И за все это хотели платить бабки, но даже тогда я уже зарабатывал достаточно, мне просто не надо было. Короче, вот это все сомнительная тема, в которой лучше всегда не участвовать, если есть возможность не участвовать. Так вот, возвращаясь к теме, я тебе просто отвечу, что да, можно. Один человек на планете, как минимум, то есть я, никогда в эскорт услугах не участвовал, и, как мне кажется, я гораздо богаче, чем ты. Теперь смотрите ситуацию. Вот это фото, оно не имеет значения. Как всегда, у меня, кстати, ее вот эти вот оголенные фотки вызывают, знаете, какой эффект? Вот примерно вот так вот, я не знаю, что-то со мной может не так, может у вас другие вкусы, я не знаю, это субъективный вопрос. Интересно здесь другое, интересно здесь надпись. Будь я чуть глупее, могла бы неплохо выйти замуж и сидеть на шее какому-нибудь Масика. Это она говорит, будь она чуть глупее. Смотрим следующий момент. С другой стороны, у меня всегда были обеспечены парни, которые дарили мне дорогие подарки. Да Украина, ну, все эти украинки, они ж не, иногда, а, бля, кейп, Путин вперед. Путин, хуй, я не могу даже, чтобы моя мать носила футболку Путина, ее и забьют на улице, что происходит? Да как бдоль, чтоб я сидела у масика на шее. Но с другой стороны, у меня всегда были обеспечены пары. П***ц. Покупки машины уже поднимался несколько раз, даже в крайних моих отношениях. Вадим предлагал мне купить бэху, но я говорю, у меня нет прав. Он такой, ну сначала тогда получи их, потом возьмем, б***ц. Ну так, ну да, типа так. Бэху, бэху, бэху. Вадим, ну что может еще, Вадим? Конечно, бэху, б***ц, купить. П***ц, е***баный, б***ц. Представляешь, что там за вот это вот, наверное, такая усеченная, б***ц. На низким мостом, который не может ни одну яму или лежачего полицейского проехать. При этом такая 25-летняя, знаешь, наверное. Но зато натюнингованная, по-сельски так. Я себе так представляю, ту бэху, которую Вадим хотел ей купить. Я же правильно называю, Вадим, она сказала. Опять подфорчит, да? Мне опять предложат. Я уже скажу, да, у меня есть права, пойдем. Я тебе так скажу, не все, что тебе там Вадимы всякие предлагают, это не всегда правда, знаешь, типа. Бывает такое, иногда изредка, что люди, как бы сказать так, подп***ывают, чтобы, скажем так, впечатлить. Я пока за всю свою жизнь ни одной женщине машины не купил. Я купил себе за всю свою жизнь три. Третью я купил, вот у меня Challenger стоит сейчас в гараже. Просто из-за того, что я эмигрировал, я переехал в другую страну, а та, Мерседес, остался в Киеве. То есть, да, у меня есть возможность, но пока ни одной женщине на планете я машины не купил. Это я тебе к тому, к той вероятности, с которой тебе бы ее купили, эту машину. Я достаточно давно изучаю сайты знакомств, поскольку есть идея создать свое собственное и уникальное явление. Господи Иисусе. Я не знаю, сколько мне лет было, у меня была навязчивая идея, я играл в онлайн-игры, и меня всегда интересовала, создам-ка я собственную игру. Или знаете, когда вот Контакт вышел, я всегда вот такой инициативный парень, предприимчивый был. Когда-то был, сейчас, кстати, уже не очень что-то, не знаю, что-то куда-то моя искра пропала, но тем не менее. Создам ВКонтакте, тоже буду успешный, тоже заработаю. Заработаю много-много денег, вот столько денег. Как вы думаете, создал я ВКонтакте? А я, между прочим, делал, я же программист, который занимается как раз-таки веб-сайтами. И я вполне себе мог сделать какую-то хуйненькую копию того, что тогда на тот момент себя представлял ВКонтакте. И не то, что сейчас, конечно. Сейчас уже это дело сотен тысяч сотрудников вместе взятых. Но тогда это можно было еще сделать. Проблема не в создании, проблема в продаже. Всегда все упирается в то, насколько хорошо ты продаешь. Сайт знакомства нахочет свой сделать, блядь. Звучит, как будто я хочу быть миллиардером. Я хочу быть миллиардером. Да ты живешь в той стране, в которой невозможно что-то создать. Тот же Дуров, который создал этот ВКонтакте, у него его тупо забрали. Что ты там создашь, блядь, и зачем? Везде становится пошло, мерзко, грязно, аморально и совершенно неприятно. Так было, допустим, на тему... Да, вот это, конечно, от простит... Тяжело слышать, конечно. Везде становится пошло, мерзко. Говорят, а ты не сама туда пошла деньги зарабатывать, нет? Не хочешь, блядь, не заходи, ебань. Ну, то есть это твой собственный выбор. Что ты научишь? Просто, да. Там можно было найти себе друга. Там можно было найти себе партнера. Я не знаю, блядь, парня, мужа и так далее и тому подобное. Но мужчины там были уверены, что это приложение для секса. И здесь знакомиться исключительно для секса. По-моему, там каждый то, что хочет, то и выбирает. Для чего ты хочешь знакомиться, для того и знакомишься, как бы. Нигде вроде как не написано, что вот для секса нельзя знакомиться. Вот только для дружбы и все. Ну, пи***ь, что это? Ну, а разве здесь не приложение для секса? Типа, я просто не понимаю, зачем мы обсуждаем интересы друг друга. Потому что здесь приложение для секса. Где это написано? Он такой, да в смысле, я говорю, где написано, что это приложение для ***? Один написано обратно, я тебе так ответил, то есть, а почему нет? Покажи мне хотя бы одну строчку в описании, он говорит, ну типа, блядь, все знают, я говорю, кто все? Она мне напоминает здесь, знаете, вот это вот, был вот этот вот звук в ТикТоке, типа, примерно такая ситуация, сидит взрослый мужик такой и по телефону слушает, когда встречаешься с 15-летней, написанной надпись, и она ему там говорит, ну значит, ты вот это мне приказывать не можешь, ну там что-то типа такое, ну слышали, наверное. Вот это она сейчас точно так же для меня звучит, это какой-то пи***ц. Знаете, это очень сильно похоже на столкновение двух эпох, патриархальный, да, где мужчина стоял во главе угла и все пытались угодить его запросам, весь мир преобразовывался под его желания, в том числе женщины плясали под их дудку, и наш. Это не так работает, то есть, все государства, которые сейчас происходят, вот тот же Путин, который сидит у кресла, на кресле, это результат эволюции, это результат не потому, что так было задумано, а потому, что так случилось. К этому пришло вот определенное общество, вот привело к этому, то есть, российское безинициативное, никогда себя не защищающееся. Я не ошибусь, если скажу, да, что в России, наверное, больше половины, это моя субъективная оценка людей, но они тупые. Легко внушаемые и так далее, то есть, им внушили не лезть в политику, мы не будем лезть в твою жизнь, но так не бывает, то есть, и они недостаточно образованы, чтобы это знать. Потому что когда-то это правило соблюдалось, типа, государство не трогает людей, люди не трогают государство, типа, они там воруют сколько хотят, но зато мы можем не платить налоги, если мы не хотим. До тех пор, пока мы не там, не очень крупный сверхприбыльный бизнес. Или там, если какой-нибудь ФСБшник придет отжимать у меня бизнес, ну, это, по крайней мере, редкая случайность, потому что ФСБшников не так много, а бизнесменов больше, как бы, скорее всего, меня не тронут. Но проблема-то в том, что тронут, и рано или поздно государство за тобой явится, что и происходит, и не в первый раз, да, кстати. Ну, допустим, ближайший пример в феврале 22-го года. Это когда Путину захотелось пойти устроить свою войну, он не ожидал, что получит там таких п***ов и объявил мобилизацию, и государство за тобой пришло. Приходило ли за тобой государство раньше? Физически нет. Мобилизация действительно объявлялась впервые со Второй мировой, но ты забываешь тот факт, что, в принципе, государство регулярно приходит за каждым мужчиной по достижению им 18-летнего возраста, точнее, призывного возраста. Когда он может идти отслуживать срочную службу. Что срочная служба, как не то, что государство за тобой приходит и ворует у тебя год жизни. В нынешнем контексте, в 23-м году, это смерть. Тебя там заставят или убедят подписать контракт, и ты пойдешь, и ты з***нешь. Где-нибудь в полях Украины ляжешь. Чего это результат? Результат бездействия народа. С другой же стороны, есть какая-нибудь, вот давайте пример тоже, Соединенные Штаты. Народ сделал по-другому, и сейчас здесь демократия. И эта страна, одна из немногих стран, прошедших ловушку среднего дохода, до которой даже, б***ь, Россия добраться не может. Китай попал в эту ловушку среднего дохода, а Россия даже добраться до него не может. И не так много стран на планете эту ловушку прошли. Это тяжелейшая проблема, которую очень сложно решить. По той простой причине, что у кресла сидит тот диктатор, который не позволяет это решить. Пройти ловушку среднего дохода равно избавиться от себя самого, то есть от диктатора. Нельзя в диктатуре пройти ловушку среднего дохода. Так не бывает. И он это знает, и он делает все усилия, чтобы вы этого не знали. И так и оно остается, что вот зарплата никогда не скакнет до каких-то вот приемлемых масштабов, когда вы будете жить в России хорошо. Пока у кресла будет Путин, потому что это невозможно. Я сейчас в детали не буду объясняться, вдаваться. Просто можете сами загуглить, что такое ловушка среднего дохода. Чтобы ее пройти, нужны суды независимые, чего вообще нет в России. Политические институты, низкий уровень коррупции, особенно в правоохранительных органах. В России даже правоохранительными их назвать нельзя. Это правонарушительные органы. Ну, стыдно тупо назвать. Короче, вы поняли. Временные, где женщина уже неоднократно доказала, что, оказывается, мы тоже умеем отключать эмоции. И в определенный момент становиться хладнокровной сукой, которая действует только в интересах своей страны, своей компании. Это ты отключила голову и действовала в интересах своей страны, когда ты продала свое мнение Путину за очень маленькие деньги. И таким образом поддерживаешь твою страну в ловушке среднего дохода. Ну, то есть, грубо говоря, способствуя удержанию диктатора на его позиции, что противоречит росту России. То есть, Путин на кресле равно бедные люди. Это так. И это не только его фамилия, там, любой диктатор. И замени его Эрдогана. Это неважно. То же самое. То есть, в Турции же то же самое. Демократические институты и все страны, развитые, которые прошедшие ловушку среднего дохода, из-за чего у них зарплаты тысячами долларов, исчисляются. Средние зарплаты не высокие, средние зарплаты тысячами долларов. Ни одной тысячи, ни половину от этой суммы, а тысячами долларов. Они все демократии. До последней. Коммунистический Китай, который типа коммунистический, там нет 5000 долларов зарплаты, как в США. Даже не близко. Все потому, что ловушка среднего дохода. Женщины тоже очень коммуникабельные. Могут находить полезные связи, добиваться успеха, вести крупный бизнес. То есть, мы ничем не хуже, да? И мы больше не собираемся плясать. Знаете, что меня смущает больше всего в этом спиче? То, что она говорит, блядь, это правда. Да, могут женщины. Почему нет? Нет ничем не хуже женщины. В плане, может, физической силы или там то, что они могут уйти в декрет и там бизнес потерять сотрудника на какое-то время. Разве что это, но это не такие уж и большие минусы. В целом, конечно, женщины могут. Кто хочет, тот и делает. Не только может, тот и делает. Проблема в том, что ты сидишь, блядь, и пытаешься мне это доказать зачем-то. Ну, не мне, всем, всем, кто тебя смотрит. Я тебя не спрашивал, что могут женщины, что нет. Я прекрасно сам знаю, зачем, вот зачем ты пытаешься самоутвердиться, доказывая это. Вот это меня смущает, вот эта феминистическая позиция всегда. Что говорит обычно феминистка? Мы не хуже, чем мужчины. У нас такие же права, как мужчины. Да, вы не хуже. Да, у вас такие же права. Я понял. Зачем ты скандируешь этот лозунг? А тот факт, что ты меня в этом убеждаешь, говорит о том, что ты сама думаешь, что это не так. Иначе бы тебе не пришлось меня убеждать. Мы больше не собираемся плясать под вашу дудку. Возможно, тебе, мальчик, придется плясать под мою, потому что я... Субъективный вопрос, кто под какую дудку пляшет, каждый человек сам решает. Нельзя сказать, что все всегда женщины плясали под чью-то дудку, или наоборот. Женского рода правительница России. Они тоже плясали под чью-то дудку, просто мне интересно. Или, может быть, большинство мужчин все-таки им подчинялось. Со сколькими не общаюсь, большая часть мужиков сейчас зарабатывает меньше девчонок. Это полный пиздец, это неправда. Это одна из причин, насколько феминистки вообще жалуются, потому что в целом по миру мужская зарплата выше женской. То есть это охватывает те страны, в которых дискриминация по полу, то есть какой-нибудь иран там, знаете. Ну они все еще, понимаете, воспитанные там своими патриархальными отцами считают, что это ты, умная, красивая, разносторонняя. Мне вот интересно, а в каком это обществе, где это, они воспитаны отцами, то есть по большей части воспитываются же матерями или женщинами, учителями. Ну это же так работает в наших странах, да, то есть мужчины воспитываются женщинами чаще всего, да. И несмотря на это они так думают, кто-то из них, наверное, да, значит есть причина, наверное, да. Он сказал, что в этом костюме я похожа на говно. Удивительно четкое и удачное сравнение. Ты похожа на говно, хотел сказать без него. Давайте так, я выражусь, чтобы не будоражить мою, блять, уязвимую фантазию, ты похожа на говно в любом состоянии. Субъективная точка зрения, мне так кажется. Вместо внешне совпадает с внутренним. Сарказм над самим собой тебя не спасет. Можешь мне поверить, большинство людей, кто когда-либо видел твое лицо, так и думают. Спасибо, пожалуйста. Не благодари. За это не благодарят. Спасибо, что смотрели, всего хорошего.